Издательство «Эксмо», Юлия Бордовских, «Витамин L. Жизнь с позицией любви». Читает автор. Мир вокруг неизбежно меняется. Неизменно одно — любовь, сострадание и созидание внутри себя. Как сказал Карл Густав Юнг, «Я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать». Введение Моя книга была уже написана и готовилась к печати, когда наступило 24 февраля. День, когда все мы поняли, что так, как раньше, уже не будет. День, когда все мы вдруг повзрослели после всего лишь одной новости, быстро осознав, что от ее последствий не существует никаких вакцин. Это не ковид, по поводу которого некоторые пытались шутить. А вы хоть помните, что такой был? Наступило время серьезных испытаний человеческой души на прочность. Возможность делать выбор, умение жертвовать и сочувствовать. Возможность перевести страх в любовь. Да, именно так. Страх в любовь. Все началось с пандемии, когда мы столкнулись с новыми сценариями и правилами поведения. За два с лишним года мы освоили новые способы борьбы с тревогой, скукой и страхами. Борьбы за человеческую жизнь. Мы массировано перевели свою жизнь в онлайн и худо-бедно встроились в сложившуюся масочно-вакцинную ситуацию. Как сказал Федор Достоевский, человек ко всему привыкает. И мы привыкли. Параллельно отметив свои победы на разных фронтах. В семейном — столько времени вместе семьи ранее не проводили. В карьерном — в условиях различного рода карантинных ограничений появилось больше времени для творческого подхода ко всему. В спортивном — высвободилось время на физические упражнения, пусть и на ковре перед телевизором. В духовном — люди направили внимание внутрь себя. В образовательном — появилось время и силы вложиться в саморазвитие. В кулинарном — люди научились готовить дома, пересмотрели свои принципы питания. Ковид унес много жизней, и это трагедия. Для тех, кто справился, открылись новые возможности, ибо испытания, которые не убивают, делают нас сильнее. Было ощущение, что мы дошли до самого глубокого слоя человеческой души, сменили не один слой кожи, и теперь нам светит солнце, а маски уже отменяются. 24 февраля я была в Лондоне, где за несколько дней до этого решили замести все следы ковида. Масочный режим отменили, про вакцинацию не спрашивали. Улицы и рестораны были полны народу, и последние два ковидных года жизни от радости прощания с ними как будто сразу стерлись из памяти. Ну, так, во всяком случае, мне тогда показалось. Два перенесенных ковида здорово ударили по моему здоровью, но мой нескончаемый энтузиазм, полученный еще при рождении, и опыт, который я обрела за последние годы, вытесняли все былые переживания на обочину, заменяя их неистребимой любовью к жизни, мыслями о будущем, радостью обретения новых духовных знаний. В те несколько лондонских дней я снова поймала бабочек в животе, а мои романтические отношения с любимым мужчиной как будто вступили в новую фазу, какую-то неземную, трепетную и поэтичную. Позднее, когда нас уже разделял океан, однажды утром я нашла в телефоне такие слова. «Моя любовь, прочитай эти строки и улыбнись мне. Когда ты проснешься, я постараюсь коснуться воды. Так мы сможем подержаться за руки». 24 февраля все проснулись с болью в груди. Ощущением неизбежности драматических перемен и осознанием, что вот теперь точно как прежде уже не будет. Уже в вылетавшем из Лондона самолете, при посадке на который я совершенно забыла про ПЦР, который еще нужен был тогда, из-за чего меня с трудом пустили на борт, да и про весь тот мир, который продолжал жить, словно ничего не изменилось, меня осенило, что моя книга выходит ровно в тот момент, когда я способна помочь очень многим людям. Я искренне верю, что жизнь, пропущенная через призму любви, сдобренная витамином L, поможет исцелить травмированные души. А таких душ будет очень много. Да, похоже, мы наблюдаем глобальный переход всего мира в новое состояние. И Россия не исключение в этом процессе. Будущее неизвестно, и от этого страшит еще сильнее. Пристегнитесь, друзья, потрясет всех прилично. Это уже очевидно. Когда привычный мир вокруг стремительно теряет свои очертания, самое время вспомнить слова Будды. Все в этом мире непостоянно. Все меняется. И в этих изменениях есть причины, которые не всегда зависят от наших действий и помыслов. Мы волнуемся за будущее наших детей, близких, всех людей планеты. Но я теперь знаю, что от моих переживаний мало что зависит. Поэтому каждое утро и каждый вечер я посылаю всем людям энергию любви и сострадания, молюсь в своих медитациях, чтобы эта ситуация конфликта как можно быстрее и безболезненнее закончилась и не оставила необратимых последствий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!